Продолжение следует... Новости на канале 12, в студии Виктория Пименова. Здравствуйте и коротко о главном сегодня. Неожиданный первый лед сковал судоходство на Вологодщине. Суда в районе Верхней Шексны и Белого озера не могут пройти к месту зимовки. Отпустит ли их природа из ледяного плена и для кого неожиданная зима стала? Большим подарком расскажем на Первом городском. Ситуация с формированием бюджета Череповца на 2015 год критическая. Сейчас остро стоит вопрос об увеличении доходной базы казны. Единственный способ для стабилизации ситуации мэр города видит в возврате части налогов в городской бюджет из области. Подробности смотрите в новостях на 12 канале. Главная цель оценить туристический потенциал. В Кирилловском районе депутаты законодательного собрания провели очередной парламентский день. О его итогах расскажет Александр Устинов. Ледяные зато расковали судоходство на Вологодчине. В некоторых районах области суда находятся в ледяном плену. Их не успели отогнать к месту зимовки. Основная причина – температурные аномалии. Зима в октябре для речного транспорта пришла неожиданно. Однако этот подарок природы с благодарностью приняли рыбаки. Наша съемочная группа сегодня стала свидетелем ЧП на тонком льду Ягорбы. Подробности у Вера Кучеренко. Зима в октябре пришла неожиданно не только для коммунальщиков. Им не привыкать удивляться капризам природы. А вот речники совсем растерялись. Навигация еще не завершена, а ходить по водоемам уже сложно. Лед приближается к фарватеру. А те суда, что стоят на рейде у берегов, выглядят как настоящие ледяные пленники. Такую картину череповчане наблюдают уже несколько дней, недалеко от Октябрьского моста. И по словам специалистов, суда могут получить пробоину. Вот эти суда – не самая большая головная боль специалистов Волгобалта. Сегодня там сообщили, что самая большая проблема на Верхней Шексне и в районе Белого озера. Там поистине суда стали заложниками ледяных заторов и не могут пройти к месту зимовки. Порадовать речников синоптики смогут только на следующей неделе. А на эти выходные пока мороз. Ночью до минус 14. 28, 29 и 30 ожидаются осадки, мокрый снег, дождь. Температура будет положительной уже и ночью. Где-то 2,4 с плюсом, а днем 4,6. После таких прогнозов можно сказать, что настоящая осень про нас не забыла. Только вот такой расклад совсем не радует тех, кто уже подготовил снасти для зимней рыбалки. Первый тонкий лед на Ягробе сегодня собрал аншлаг. Почему тонкий? А сколько вот по вашим сантиметрам? И вы считаете, это безопасный лед? Это безопасный. По словам спасателей, сегодня толщина льда на Ягробе составляет 5 сантиметров. Выходить на него опасно. Предупреждающие знаки в городской черте начали устанавливать накануне. Сегодня утром выезжали на это место. Устанавливали конкретно вот этот аншлаг. Еще выезжали в 104 микрорайон. Туда, на пляж. В районе пляжа установлен такой же аншлаг. Рыбаков на лед все равно тянет. Говорят, хобби. И сегодня это хобби прибавило работы спасателям. Около 4 часов дня их срочно направили в район набережной. По информации УМВД, кто-то из рыбаков провалился под лед. Вместе со спасателями наша съемочная группа прибыла на место. Но провалившегося рыбака на месте уже не было. И слава богу, говорят спасатели, что обошлось без погибших. Ведь по примеру взрослых на тонкий лед тянутся дети. С ними разговор особый, вплоть до отделения полиции. Но пока только беседа. Однако во вторник выйдет официальный городской запрет выхода на лед. Со вторника рейды уже будут на постоянной основе проводиться. Будут участвовать в них сотрудники ГИМС, сотрудники УМВД. Административный кодекс предусматривает за данное нарушение 500 рублей штраф. Предупреждающие знаки, штрафы. Все это не просто так. Ведь скованный во льдах корабль – это всего лишь материальный ущерб. А как посчитать цену человеческой жизни? Сема, куньков поймал, хватит. Кошка наестся. К другим темам. Затянуть пояса потуже. Формирование бюджета Череповца на 2015 год в подробностях рассказал сегодня главный финансист города Сергей Косарев. По его словам, дыра в казне муниципальной образовалась из-за недополучения средств из казны региональной. За три последних года из-за перечисления средств по уплате различных налогов город потерял 7,5 миллиардов рублей дохода. Павел Панов оценил планируемые доходы и расходы Череповца. Сформирован объем собственных доходов в объеме 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Проведена большая работа по согласованию расходной части бюджета в части действующих обязательств, которая сформирована в объеме 2 миллиарда 903 миллиона рублей. Выходит минус 103 миллиона рублей. Хотя еще в 2011 году разница между доходами и расходами была плюс миллиард 200 миллионов рублей. Именно с понижением норматива отчисления НДФЛ 40 до 20 процентов в 2012 году и связывают формирование дыры в бюджете. Кроме того, в это же время отчисления по транспортному налогу стали уходить в область. В итоге город потерял полтора миллиарда рублей. В 2013 и 2014 годах норматив поступления НДФЛ в городской бюджет снизился с 20 до 15 процентов. В итоге с конца 2011 года городская казна недосчитала 7,5 миллиардов рублей. К слову, сумма сопоставима с размером бюджета Череповца. Сейчас власти вынуждены говорить о критической ситуации с формированием бюджета на будущий год. На свою очередь финансисты предлагают пути выхода из ситуации. Первое. Сокращение действующих расходных обязательств. Оптимизация бюджета так называемая. Второе. Сокращение задолженности по платежам в городской бюджет. Она у нас присутствует. Третье. Увеличение ставок местных налогов и ставок арендной платы за муниципальное имущество. Заемных средств много никто не даст. Дополнительных статей дохода нет. Денег только-только хватает на закрытие текущих потребностей. В сферах культуры, образования, физкультуры и спорта. На последнем заседании Думы депутаты предложили увеличить ставки по налогам для физических лиц и предпринимателей. Порядка 15%. Имущественный налог и налог на вмененный доход. Своим мнением по поводу вынужденных мер сегодня поделились череповчане. Пополнять бюджет можно только за счет налогов. А за счет чего? Экономить уже, по-моему, не на чем. В районе нашей по области лес, все на корню. Надо больше фабрик делать, надо, чтобы производство, а не просто как сырьевая база у нас была. Готовы платить дополнительные средства, деньги? Почему бы и нет. Почему бы и нет, потому как надо бюджета пополнять. Я за. Более того, долги города с каждым годом нарастают, как снежный ком. Например, череповец еще не заплатил дорожникам, которые приводили в порядок улицы Ленина, Краснодонцев и проспект Победы. Кредитные ресурсы нужно еще и обслуживать. Это проценты, которые городской бюджет вынужден выплачивать коммерческим банкам. И хотя город проводит конкурсы на привлечение кредитных ресурсов, и они существенно дешевле городу обходятся, чем для представителей бизнеса, но тем не менее это расходы городского бюджета. И мы в бюджете 2015 года только на эти цели вынуждены планировать около 100 миллионов рублей. На самом деле для города это очень большие расходы. Кроме того, еще порядка миллиарда рублей в этом году пошло на выполнение майских указов президента страны. Повышение зарплат, строительство детских садов, реализации различных образовательных программ. Стабилизировать ситуацию позволили бы отчисления и упрощенки. Мэр считает, что нужно в полном объеме вернуть их в город. Сейчас остается лишь 50%. Оставить здесь хотят и транспортный налог. Это позволит улучшить ситуацию с содержанием и ремонтом дорог и дворов. Улучшить ситуацию помогло бы и увеличение нормативов отчисления по НДФЛ. Если все задуманное удастся воплотить и в жизнь, консолидированный доход составит порядка миллиарда рублей. Это позволит стабилизировать ситуацию с формированием бюджета с минимальным дефицитом. Помочь с формированием бюджетов призывают сегодня и налоговики. Через две недели стекает срок уплаты налогов на имущество, землю и транспорт. За прошлый год череповчанам начислено налогов на общую сумму 445,5 миллионов рублей. И на сегодняшний день в казну поступило лишь 200 миллионов. А у некоторых горожан есть долги за прошлые годы. Проверить задолженность или получить консультацию череповчане смогут 25 октября в налоговой инспекции в день открытых дверей с 9 до 18 часов. Напоминаем, что в случае неуплаты налогов в установленные сроки начисляются пения в размере 1,03 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Также для взыскания задолженности инспекции применяется такая мера, как направление судебных приказов по месту работы должника для удержания задолженности из их заработной платы. Школьные лидеры собрались сегодня в правительстве области. 90-е представители ученического самоуправления два дня будут принимать участие в тренингах. Юных вологжан удаленно приветствовал и губернатор Ля Кувшинников. Ребята, за вами будущее. Будущее вологодской области и будущее страны. От ваших действий, от вашей работы, от вашего упорства в достижении поставленных целей зависит очень многое. Я уверен, что вы справитесь с тем грузом ответственности, которое доверили вам ваши одноклассники. В добрый путь, дорогие ребята. Президентам, председателям, главам школы и их заместителям от 11 до 17 лет. И все они одержали победу на выборах, которые прошли 10 и 11 октября в школах региона. По мнению специалистов, работа в органе ученического самоуправления. Юные вологжане смогут попробовать себя в роли руководителя. Соответствующие значки и удостоверения школьники вручили сегодня. Теперь им предстоит пройти образовательный сбор под Вологдой. Там ребят ждут занятия по команде образованию, тайм-менеджменту, корпоративной культуре и мотивации. Развитие туризма на территории Кирилловского района был посвящен очередной парламентский день Законодательного собрания области руководители всех постоянных комитетов. Не только оценили потенциал муниципалитета, но и взяли на контроль вопросы, которые тормозят здесь развитие туристического направления. За ходом рабочей поездки депутатов следил Александр Устинов. Парламентский день традиционно проходит каждый квартал. Это именно тот формат, когда депутаты могут увидеть все проблемы муниципалитетов, что называется, своими глазами. У спикера парламента и председателей всех постоянных комитетов отдельная насыщенная программа на весь день. И так уж заведено, что все подобные визиты носят тематический характер. В этот раз, естественно, была выбрана тема туризма. Кириллов входит в первую пятерку туристически развитых районов нашей области. И мы бы хотели посмотреть, как развивается здесь туристическое направление. Это еще важно, потому что мы сюда приехали в канун нулевых чтений бюджета, когда еще можно скорректировать бюджет в ту и другую сторону. Если мы увидим, что есть какие-то проблемы, то мы можем областным бюджетом помочь Кирилловскому району. Что такое туризм в Кирилловском районе? Монастыри, церкви, музеи. Так было до недавнего времени. Так называемый «тихий отдых» не сказать, что отходит на второй план. Но с каждым годом его все больше отодвигает в сторону отдых активный. Яркий пример – это база, которая всего за пару сезонов превратилась в мощный туркомплекс. Сюда приезжают уже из других регионов. Озеро, рыбалка, лыжи, снегоходы, сауны – полный набор развлечений на любой вкус. На мой взгляд, таких баз в нашем регионе может быть не один десяток и не два десятка. Это привлекательное направление, дающее новые возможности для развития региона. Мы видим, что если есть желание у администрации, у главы районной администрации, у главы сельского поселения, у команд глав, есть желание у депутатов, желание двигать определенное направление, то и результат возникает. В числе альтернативных маршрутов и этот маленький музей в сельской школе. Он посвящен герою Советского Союза Евгению Николаевичу Преображенскому, уроженцу Кирилловского района, человеку, который уже в августе 41-го года участвовал в бомбардировках столицы Гитлеровской Германии. 13 тяжело сгруженных самолетов, еле оторвавшись от земли, взяли курс на Берлин. Впереди летели командир корабля Евгений Николаевич со штурманом Петром Ильичом Хохловым. Этому музею уже несколько десятилетий, но на экскурсии сюда приезжают целыми группами. Есть кому рассказать, есть о чем рассказать, есть желающие послушать. Но вот условия оставляют желать лучшего. Мы для того и приехали сюда, чтобы посмотреть на месте, что это себя представляет этот музей, какие у нас возможности у местного, у муниципальных образования на местах, и чем можем поддержать со стороны законодательного собрания, правительства Вологодской области. Может быть, выйдем и на более высокий уровень на правительство Российской Федерации. Развитие различных направлений отдыха – это только один из шагов по привлечению туристов. Если человек не будет чувствовать себя комфортно, а уж тем более безопасно, его не удастся заманить никакими красотами. Это новейшее сооружение не увидит ни один путешественник. Но именно отсюда в Кириллов поступает чистая вода. Начиная с этого года и местные жители, и гости города могут быть спокойны. Она соответствует абсолютно всем нормам. Все, что здесь сделано, это сегодня на хорошем, приличном уровне. Это сегодня может соответствовать по качеству воды закону 416, по которому сегодня мы все обязаны жить. К сожалению, немного сегодня в области объектов водоочистки, которые соответствуют этому стандарту. Здесь это есть. Бесспорно, Кирилловский – один из самых динамично развивающихся районов нашей области. Но, как и везде, проблемы есть. Еще одна из традиций парламентских дней – каждый председатель комитета берет на контроль как минимум два вопроса и обязательно доводит их решение до конца. Вязаная бумажная пушистая сотни добрых сердец готовят череповчане в подарок жителям Вологды. Акцию «Сердце без границ» придумали в Дворце химиков в рамках фестиваля «Стремление к солнцу». На него четвертый год подряд собираются талантливые дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья. В этом году ребята впервые отправятся с гастролями и с подарками в областную столицу. Если концерт имеет название «Сердце без границ», то и акция имеет это же название «Сердце без границ». И частичка нашего сердца в виде вот этой ручной работы, которая будет в виде сердца, мы планируем подарить ее зрителям этих концертов. На концертах в областной столице ожидается порядка 1300 зрителей, а значит нужно сделать именно столько сердечек. Сейчас к акции присоединились горожане, они уже передали более сотни сердец. Принять участие в акции может каждый. Сердечные подарки ждутся во Дворце химиков или в благотворительном фонде «Дорога к дому». Гастроли в Вологде фестивали «Стремление к солнцу» намечены на 13 ноября. Это еще не все новости. Смотрите во второй части нашего выпуска. Два человека погибли. Сегодня пассажиры двух иномарок скончались в результате столкновения на трассе Вологда-Новая-Ладога. Офисные работники подверглись испытанию. Бизнес-центр остался без тепла. Как уверяют коммунальщики, причина – долги. Победить не удалось. В упорной борьбе череповецкие хоккеисты уступили игрокам Акбарса. Об этом и не только. После небольшой рекламы далеко не уходите. Она быстро пройдет. Магазин «Мотоблоки» предлагает большой выбор снегоуборочной техники. Баршотская, 48. Телефон 28-32-44. Небывалое событие в «Ла-Лэ-Антилоп» уже в начале сезона. И весь октябрь все шубы по экспериментально низкой цене. «Ла-Лэ-Антилоп», Октябрьский проспект, 36. С 23 по 29 октября. Все для дома и красоты в одном месте. Универсальная выставка российских товаров. Посуда высокого качества, постельное белье и стопроцентного хлопка. Натуральная косметика. Дворец спорта «Алмаз». Магазин «Шикарные двери» представляет. Входная металлическая дверь производства России за 6500 рублей. «Шикарные двери» на Рахе 54 и в ТЦ «Аксон» на Рыбинской 59. Настоящий мужчина не устоит перед такими ценами. «Бензопила Союз» всего 2990 рублей. «Бигам», «Череповец», подробности 58-2014. Продается здание. Северное шоссе, коммуникации, парковка. Площадь 250 квадратных метров. Имеется офис, склад, бытовые помещения, верстаки. Открой для себя аквапарк «Радужный». Развлекательные и оздоровительные услуги для всей семьи. Бассейны, горки, массаж, джакузи и сауны. Соляная комната, игровая зона, кафе, детские праздники и многое другое. Компания «Тапуэ» теперь и в Череповце. Посуда для приготовления, хранения и транспортировки. Дистрибьюторный центр находится по адресу Максима Горького, 24. Вход с торца дома. Телефон 50-08-12. Успевайте! Только до конца октября минус 70 в модуль мебель. Компания «Востоксервис» предлагает встретить зиму в современной и практичной спецодежде и спецобуви. Мы приглашаем посетить наши магазины, а крупным клиентам – отделы оптовых продаж. Наша гибкая ценовая политика и отличный сервис вас приятно удивят. Хороших дверей для вас еще больше! Межкомнатные, металлические, красивые и прочные. Ассортимент фурнитуры и ламината. Хорошие двери – то, что вам надо. Проспект Победы 105, Ленина 92 и Октябрьский 39. Хорошие двери. Мы в каждом районе города. Как быстро и легко передать показания электросчетчика? Отправить СМС на короткий номер 7000. Лицевой счет, пробел, показания. Все! Вы передали показания счетчика. Умеете сами? Расскажите друзьям. Испытание снегом. Некипичная для октября погода доставила массу хлопот автолюбителям, пешеходам и коммунальщикам. О капремонтах, транспортном налоге, сельских старостах и бюджете. Более 60 вопросов обсудили депутаты на 34-й сессии ЗАГС-собрания. Водителям чиновников устроят переэкзаменовку. Распоряжение губернатора последовало после крупного ДТП на трассе недалеко от Ботова. Обаяние северного края. Шесть десятков исследовательских работ в этом году привезли участники на ферапонтовские чтения. Новости. Итоговая программа. Воскресенье в 2020 на Первом Городском. Это новости на канале 12. Продолжаем выпуск. Дорожная авария с двумя погибшими произошла на трассе Вологда-Новая Ладога. Сегодня в 16.15 столкнулись две иномарки на 180-м километре в районе Коротова. По предварительной информации ОМВД, «Шевроле Круз» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Опелем». В результате погибли 23-летняя пассажирка «Шевроле» и 52-летняя пассажирка «Опеля». Водителя «Шевроле» госпитализировали с травмами. Водитель «Опеля» серьезных повреждений не получил. Извлекать тела погибших спасателям пришлось с помощью спецтехники. Установлено, что на «Шевроле» были номера Ленинградской области. На «Опеле» ехали жители Вологодчины. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. ГИБДД возьмет под усиленный контроль дороги вблизи Череповца. Районная автоинспекция, начиная с сегодняшнего дня, проводит профилактическую акцию трасса. На загородных дорогах будут дежурить вдвое больше экипажей. Особое внимание уделяет соблюдению скоростного режима правилам обгона. Нарушение этих правил часто становится причиной аварии. Следует помнить, что разрешенная скорость движения между населенными пунктами максимум 90 км в час. К тому же на некоторых участках дороги продолжаются ремонтные работы. Там нужно ехать еще медленнее. Штрафы более 400 тысяч рублей и лишение права занимать должности в госорганах. Сегодня в Вологде огласили приговор экс-сотрудникам Ространснадзора. Напомним, преступную группу из 8 человек задержали в прошлом году. И по версии следствия за взятки бывшие инспекторы без лишних проверок пропускали большегрузы через пост весового контроля. По закону за перегруз водителю грузовой кагризит административная ответственность. В качестве взяток экс-сотрудники ведомства брали деньги и ценное имущество. Каждый из фигурантов уголовного разбирательства обвиняется как минимум в пяти эпизодах. Сегодня суд назначил мужчинам наказание в виде штрафа от 90 до 450 тысяч рублей и лишения права занимать некоторые должности в государственных и муниципальных органах. Два месяца без тепла. Одно из офисных зданий в Череповце только сегодня подключили к теплоснабжению. После обращений в прокуратуру, антимонопольную службу, департамент, ЖКХ. По словам менеджеров, по утрам температура в помещениях опускалась до плюс восьми. Что стало причиной таких испытаний, выяснял Иван Бурыкин. В этом небольшом здании расположены офисы почти трех десятков фирм, банков, инвестиционного и страховых агентств. Спасались от холода по-разному. И еще вчера здесь кто-то сидел в куртке, кто-то в меховых тапках. Теплая одежда, сапоги. Обогреватель здесь рядом стоит, но он только этот квадратик маленький. Спина холод, сверху тоже холод. Горячий чай. Все, но к нам приходят клиенты, мы не можем в этом сидеть. Понимаете, мы должны, по крайней мере, принять человека, чтобы он почувствовал, что он пришел в официальное учреждение. А вот то, что происходит, это ни в какие ворота. Кабинеты больше походили на выставку обогревателей разных моделей. Это особенно заметно на фоне пустующих рабочих мест. Здоровье сотрудников не выдержало. Полупустые кабинеты, потому что в кабинетах находиться невозможно, холодно. На данный момент уже половина сотрудников находится на больничном листе. Задолженности по теплу у нас нет. Есть акт сверху, я у них запросила. На 13 число у нас была задолженность 17 тысяч. Мы ее 14 числа проплачиваем. Я прошу их повторно рассмотреть нашу заявку на подключение нас к теплоносителям. И нам отказывают. Администрация бизнес-центра обратилась в антимонопольную службу, прокуратуру и департамент ЖКХ города. В мэрии заявили, что повлиять на проблему не могут. Ситуации чиновники называют спором хозяйствующих субъектов. И заявляют, что нарушений закона со стороны энергетиков нет. Теплоснабжающая компания в свою очередь настаивает. Долги есть. К тому же отключение от тепла является стандартной практикой в борьбе со злостными должниками. Таких предприятий по городу больше десятка. Мы обращаемся в суд на взыскание задолженности в судебном порядке, если он отказывается добровольно нам оплату производить. И следующая мера, ну она одновременно идет, и в суд обращаемся, и одновременно потребитель получает предупреждение об ограничении. Следующий шаг – это частичное ограничение его. Тепло в здании появилось сегодня утром. Вчера администрация бизнес-центра выплатила энергетикам 52 тысячи рублей. Вологда Газпромэнерго настаивает, что это долг за коммунальную услугу. Владельцы здания утверждают, что изначально счет был выставлен на меньшую сумму. Лишь потом появилось требование оплатить штрафы и пени. Кто прав, кто виноват, определит суд. Администрация бизнес-центра собирается писать иск. Физкульт «Ура! Ветеран!» Спортивный праздник с таким названием прошел сегодня. В ФОКе он был посвящен Дню пожилого человека. Этот праздник проходит уже пятый раз. Недостатка в участниках нет. В основном соревнуются команды ветеранских организаций города, представляющих Северсталь, Северсталь-Метис, Фосагра-Череповец, сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, УВД, строительного комплекса и военнослужащих военного института. В составе каждой команды 8 человек, 4 мужчины и 4 женщины. В спортивном азарте ветераны молодежи не уступают. Команды в итоге преодолели 8 этапов спортивно-конкурсной программы с элементами различных видов спорта. Еще о спорте. Хоккейная команда Северсталь прервала победную серию. Из трех матчей в чемпионате КХЛ накануне вечером Череповчане проиграли Казанскому Акбарсу. Подробности в репортаже Владимира Сентябрева. Две предыдущие победы Северсталь на своем льду показали, что команда начала преодолевать некое проклятие домашней арены, возникшее в начале сезона. Правда, обыграть Акбарс дома не получается уже два сезона. Да не было никакого проклятия. Просто так сложилась, наверное, ситуация, что на выезде выступали лучше, чем дома. Череповчане на равных сражались с лидером Восточной конференции. Два периода упорной борьбы прошли без заброшенных шайб. Отлично действовали голкиперы, а нападающим не хватало точности. В третьем периоде гостям помогла ошибка череповчан в обороне. Шайба отскочила к Лукоянову, и он вогнал ее под перекладину ворот Штепанека. Северстале хватило потенциала отыграться. К атаке подключился защитник Николай Стасенко и переправил шайбу у ворота гостей. Сыграть четвертый овертайм подряд череповчанам было не суждено. Мастерский бросок казанского финна Яни Песанина оказался неотразим для Якуба Штепанека. Итог матча 1-2. Акбарс прервал победную серию. Хорошая игра. Думаю, что была, наверное, до гола. К сожалению, забила Казань первая. Удалось отыграться, но все-таки потом пропустили. Такой, наверное, нестандартный, необязательный гол. И упустили победу. Команда сегодня билась, старалась, играла на результат. Обе команды показали качественный хоккей. Ну, Акбарс перетерпел и все-таки нашел свои моменты, которые позволили ему отыграть нас. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить команду за самоотдачу, потому что все равно не было равнодушных, все старались. Череповецкая команда осталась на восьмом месте в таблице западной конференции. Следующий соперник Северстали – один из лидеров Запада – московский ЦСКА. Этот матч состоится в Череповце 28 октября. Прямую трансляцию игры смотрите на канале «12» в Череповце и седьмом канале в Вологде. И еще об одном. Впервые за четыре года вся страна перейдет на зимнее время. Эти выходные продлятся на один час дольше, чем обычно. В ночь с субботы на воскресенье в два часа ночи стрелки часов переведут на час назад в последний раз. Напомню, что с 2011 года перевод времени был отменен. С тех пор страна жила по летнему времени, теперь перейдет на зимнее. Будущее весной коррекцию проводить не нужно. По словам специалистов, установленное время максимально будет приближено к астрономическому. Это значит, что светлое время суток будет совпадать со временем работы, а утро будет начинаться, когда уже рассвело. Изменения поддерживают и врачи, и психологи. Далее вас ждет прогноз погоды, а затем продолжение сериала «Вледников. Анатомия страсти и совершенное сердце». Итак, на сегодня у меня все новости. Я с вами прощаюсь до воскресенья. В этот день ровно в 20 часов 20 минут по московскому зимнему времени подведем итоги этой недели. Увидимся. Один из самых популярных музыкальных проектов нашего города «Шансон-клуб» вновь собирает поклонников этого жанра. 14 ноября в Череповец приедет один из известных исполнителей шансона Олег Алябин. Свой творческий путь он начал в небольшом украинском городке в местном ансамбле. В 1989 году Алябин записал первые шесть песен в жанре шансон и стал принимать участие в сборных концертах. Затем была работа в коллективе «Роксаны Бабаян». С 2001 года началось тесное сотрудничество с продюсером Вадимом Цыгановым. Благодаря этому творческому союзу и началась сольная карьера певца. Сейчас в творческом багаже Олега Алябина множество альбомов, и многие его песни стали хитами. «Красная смородина», «Сердце хулигана», «Сладкая женщина». Это вполне объяснимо. Тексты и музыка проникновены и лиричны. Ждем всех поклонников шансона 14 ноября в 19 часов в ДК «Строитель». Билеты в кассах ДК «Строитель» и во Дворце химиков. А после концерта – традиционное продолжение «Танцевальный вечер» в жанре шансон. Инициатива ненаказуема, особенно если это рок-инициатива. Музыкальный фестиваль с таким названием уже стал традиционным для «Череповца». В этом году география участников вышла за пределы города. Интерес в этом году выше, чем каждый год обычно. В этом году 14 команд будут принимать участие. В основном это «Череповец», но также есть команда из Белозерска, есть команда из Санкт-Петербурга «Череповец» – смешная команда. Для молодых музыкантов это мероприятие – отличный повод проверить свои силы и показать свое творчество на большой сцене и перед большой аудиторией. Для нашей команды имеет он большое значение, несмотря на то, что, конечно, хотелось бы занять высшую ступень награды. Кроме этого, хочется показать потенциал команды. Творчество участников будет оцениваться сразу в нескольких номинациях. Главная награда рок-инициативы по традиции – это возможность выступить на фестивале «Рок Череповец». Радиотрансмитт и канал «12» традиционно являются главными информационными спонсорами этого фестиваля. И мы ежегодно учреждаем свою номинацию, и в этом году тоже наша номинация называется «За лучшую авторскую песню». Мы приготовили свои сюрпризы, мы приготовили дипломы. Группа, которая станет победителем в нашей номинации, будет звучать в нашем эфире, будет в ротации. Кто станет победителем фестиваля «Рок-инициатива», узнаем уже в эти выходные. Место встречи всех поклонников рок-музыки 25 октября в 17 часов в ДК «Строитель».